На телеканале РБК новости Башкортостана мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа в студии Максим Окунев. Здравствуйте. Комитет Госдумы по финансовым рынкам устранил замечания правительства по новому законопроекту о жилстройсбережениях. Документ вновь направлен в правительство страны на согласование. Об этом РБК Уфа сообщил председатель комитета Анатолий Аксаков. Напомню, программу жилищных строительных сбережений впервые реализовали в Башкортостане в 2014 году. На конец прошлого года уже зарегистрировались более 10 тысяч участников. 6,5 тысяч находятся на накопительном этапе и более 3 тысяч успешно оформили ипотеку по льготной ставке и переехали в новые квартиры. С декабря 2020 года предусмотрено дополнительное субсидирование части затрат в размере 3% от ставки по договору ипотеки в течение года. Такую возможность получат те, кто оформит его до 31 декабря 2021 года, досрочно или планово завершив срок вклада. Ранее успех региональной программы оценили глава Центробанка Эльвира Набиулина, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Предложено распространить опыт региона на всю страну. В случае принятия этого законопроекта Башкортостан получит на реализацию жилстройсбережений федеральное финансирование. Надо принимать быстрее закон. Мы подготовили законопроект, который направлен на продвижение этого продукта и направлен на то, чтобы сделать его более интересным и для банков, и для людей. И сейчас этот законопроект проходит согласование. Мы получили замещания некоторые, которые устранили и заново направили документ на согласование. В принципе, идеологию поддерживает не только Центробанк, но и правительство. Марат Шекердянович Хуснулин несколько раз говорил об этом. Он попросил даже меня поактивнее поработать, чтобы быстрее принят был закон. В этом году число банков-партнеров жилстройсбережений должно увеличиться до четырех. В правительство Башкортостана поданы две заявки от банков. Каких именно, пока не раскрывается. Также планируется кардинально повысить онлайн-доступность этой программы. 60 хозяйств и независимых пчеловодов Башкортостана заявили о массовой гибели пчел. На сегодняшний день подсчитываются ущерб. Об этом телеканал РБК УФА сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Напомню, в мае в южных районах республики был объявлен режим по распространению непарного шелкопряда. В связи с этим проводилась обработка лесов химическими препаратами. При опрыскивании использовались в том числе сельскохозяйственная авиация. По мнению экспертов, это и могло стать причиной массовой гибели. Нами в связи с этим организованы комиссионные отбор проб в этих районах. На сегодняшний день эти пробы направлены на аккредитованную ветеринарную лабораторию СМВЛ. Пока результаты неизвестны. Больше всего пострадали хозяйства Кугарчинского района, где полностью погибли 19 пчелосемей. В Мелиузовском районе наблюдается частичная потеря. 276 пчелосемей в Хальбуллинском районе 16. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал условия, при котором есть возможность наладить прямое авиасообщение между Уфой и Крымом. Сейчас власти полуострова работают над тем, чтобы организовать несколько рейсов со столицы каждого региона страны. Об этом Аксенов заявил в интервью телеканалу РБК Уфа. Напомню, в прошлом году Ради Хабиров утвердил перечень субсидируемых региональных авиаперевозок. В него вошли маршруты Уфа-Самара, Киров, Оренбург, Нижний Новгород, Ижевск, Краснодар, Ростов-на-Дону. Пункт назначения аэропорт Симферополь в этот список пока не входит. Предельный размер субсидий колеблется от 31 до 246 тысяч рублей на один рейс. Как заявил Сергей Аксенов, сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, чтобы наладить прямое авиасообщение на предмет наличия бортов. Поскольку, к сожалению, из дальних регионов нашей страны поездом до Крыма на отдых не доберешься никак. Поэтому для нас просто архиважно, чтобы с каждой столицы каждого региона, то есть как минимум, там несколько рейсов было в республику Крым. Что даст нашим согражданам дополнительные возможности по отдыху. Поэтому вот работаем над этим. Но это зависит и от наличия бортов. К сожалению, в этой части даже аэрофлот ограничен. Ну вот будем сейчас обсуждать. Ранее дискуссию об открытии прямых рейсов из Уфы в Тель-Авив ввели на полях Петербургского экономического форума глава региона Ради Хабиров, посол Израиля в России Александр Бен Цви. Первое время республика готова субсидировать авиасообщение из регионального бюджета. И в Башкортостане на сегодняшний день открыто около 2000 вакансий для работы в студенческих отрядах. Об этом накануне сообщили в правительстве региона. В прошлом году в республике было трудоустроено более 2500 студентов из 8 городов и районов республики. Только на предприятиях агропромышленного комплекса ежегодно задействовано более 500 учащихся вузов и СУЗов. У нас по линиям сельхоза Российской Федерации в рамках комплекса развития сельских территорий начали субсидировать сельхозтоваропроизводителям, которые привлекают и платят полноценную заработную плату студентам-практикам. В прошлом году это было где-то до 30%. С этого года до 90% затрат, понесенных сельхозтоваропроизводителям, возмещается за счет федерального бюджета. Отмечу, что Башкортостанское отделение общественной организации «Российские студенческие отряды» принимает активное участие в молодежных форумах регионального, межрегионального и всероссийского уровней. Так, общественная организация получила грант в 388 тысяч рублей на реализацию проектов по привлечению молодежи в студотряды. Также из регионального бюджета ежегодно выделяется 1 миллион 200 тысяч рублей для участия делегаций республики во всероссийском слете студотрядов. И на этом наш вопрос подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК.